друзья всем привет серфере девианты бездельники просто праздно шатающийся по инету мы продолжаем наши беседы и сегодня у меня новый гость с которым мы еще по моему в студии мы ни разу не делали беседы хотя она нет да на хвыли мы неоднократно встречались я публиковал статьи это владимир шимальский это политический философ правильно да добрый день почти так спасибо да и одна из последних статей которая была владимира на хвыли она была в общем-то посвящена таким институциональным основам кризиса в котором сегодня находится мир и который мы регулярно то с дацюком то там с другими гостями обсасываем и вот сейчас мы это продолжим с владимиром да давайте начнем вот с такого базового вопроса потому что мы хорошо знаем что за каждой серьезной проблемой за каждым серьезным процессом ну есть кроется некий фундамент и вот какой фундамент сегодняшнего кризиса в котором находится мир и мы видим как уже всех больше больше трясет потому что когда там я со стусом 2008 2009 году там публиковали свои доклады там мы почти одновременно со стусом начали я говорил о том что он как сейчас помню в апреле 2008 года там у меня был большой доклад глобальный супер кризис и риски для украины я говорю о том что как между китаями штатами будет разворачиваться большая борьба которая ну которая будет фундаментально изменять логику тебя много прогнозов интересных они кстати так почти ну почти сбылись тоже полностью не полностью были сбылись было бы страшно конечно из-за тебя из-за из-за будущее да а так они да значит фундамент фундамент но фундамент фундамент вообще это наша коллективное бессознательное новое веяние которое в общем-то сегодня совершенно четко обозначились наверное в таком международном масштабе совершенно на уровне всего трансатлантического блока вместе с нами с россией сук значит с какими-то там еще прилегающими территориями дело в том что появляются появилась ну если говорить изначально то конечно весь вопрос это институция на и на наших институциях институции которые можно разделить на два лагеря для людей которые не знают что такое институция когда-то значит я по-моему один был одним из первых кто начал говорить об этих институтах у люды в укралайфе и я когда мы встретились она меня спрашивала о чем вы говорите я говорю ну хорошо бы говорить начать все таки об общей институтах которые определяют полностью нашу жизнь она так и она хорошо хорошо а потом когда она меня представляла она говорит так сказала вот пришел шимальский мы говорит что мы будем говорить об институтах и так сказала вроде бы я пришел говорить о полетах на венеру в отличие значит вот такой вот значит институты что такое институты институты это такая устойчивая очень мощная и серьезная структура которая вместе с нами мы рождаемся в этой структуре мы уходим из не из жизни в голове с этими вот институтами так называемым почему так что это такое значит я в данном случае разделяю институты на два лагеря очень мне кажется это очень важно на формальные и неформальные институции формальными институциями являются всем известные так называемый базальный институт это государственный аппарат до армия школа пенитенциарная система тюрьмы семья это тоже институт это базальные институты это институт конституция кстати право если она существует стране университета университеты до высшее образование да это институты которые являются формальными они образованными в результате каких-то договорил очень давних них норм договоренности которые иногда иногда в течение нескольких столетий продолжая действия даже после того как они исчезли мы можем к этому еще вернуться так в двух словах конечно совершенно значит что это такое а что такое собственно институт институт это некая договоренность между ну скажем так в в рамках какого-то поведенческого поведенческих установок определенной группы людей может быть очень большой государства нации или какого-нибудь кластера или скажем там ну например институт мвд то есть классический такой когда люди договорились о том что не будет исполнять какие-то определенные обязанности нормы если это институт как я только что сказал формально это не зафиксированы и они крутятся вот в этих вот жестком таком каркасе в таком фрейме определенным этих договоренностей формальных договоренностей которые зафиксированы и осуществлять свою деятельность причем страшно важно то что обязательно в обязательном порядке института нет если нет санкции за невыполнение этих норм то есть мы формально договорились но санкции должны быть обязательно иначе института нет почему у нас нет института государства какой-то степени даже санкции за воровство за расхищение за идиотизм который принимает власть никаких нет поэтому все тут какой-то странный очень специфический и такой какой-то перекошенный ну из простых самых примеров институт института неформального это например очередь на автобус классические совершенно есть некая договоренность да люди стоят друг за другом они понимают о том что они что они делают они нормами руководствуются и есть санкции если ты идешь лезешь значит без очереди тебя либо откликнут либо кто-то посильнее тебя схватит за шиворот и поставить тебя на место будут психоэмоциональные негативно да 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 совершенно верно совершенно верно а то и физически а то и физически совершенно верно это формальные институты а неформальный институт это такая ну это такая плавучая такая невероятно зыбкая вообще удивительная вещь которая охватывает практически все наше всю нашу ментальность все наше мышление наши ценностные поведенческие установки так называемые цеват хочу еще раз подчеркнуть ценностные поведенческие установки то есть все что мы так как мы мыслим себе мир тоже как мы представляем взаимодействие в этом мире все что мы думаем все о чем мы мечтаем и все что мы считаем правильным и неправильным это все неформальные институты это все в нашей голове и это эти неформальные институты колоссальным образом управляют нашу жизнь почему говорю что мы рождаемся в эти в эти неформальные институты мы включены как человек как homo sapiens в пленную среду да где нам эти институты имплантируются фактически да они на они сверху надо и задаются мы можем выбирать конечно там в них какую-то свою до нишу поведение какие-то там вещи но в принципе это не наша это чужой чужой фрейм всегда он становится нашим процессе нашей социализации процесса вы нашего дальнейшего движения значит пожим для большинства людей вообще незаметно абсолютно незаметно и так это радиация нас это просто радиация то я могу привести простой такой приветник такого института неформального еще люди скажут да вот человек да человек хочет что-то сделай там да ну по моего становлют этот еще люди скажут потому что мнение села там или мнение комьюнити этом не знает а как правило вот там где люди очень хорошо друг друга знают потому что живут вот такими цельными абсолютно группами вот это вот вот этот институт шеруды скажут он очень существенно игры не формальный неформальный да я тебе значит другой пример приведу тоже более может такой жутковатый значит мой приятель значит новый крупный бизнесмен сидел на счет на на конференции не конференция на обсуждение начать совет директоров жалуется что гады такие мерзавцы конкуренты обходят давят со всех сторон не этом кто-то из этих насчет из директоров присущей а чего вы не закажете и кто-то засмеялся кто сказал ну что вы да ну брось это никто то есть никто его не вывел этого человека вообще из зала как зил как наверное произошло бы еще недавно но не до трампа произошло бы может быть в соединенных штатах или прочее то есть вот это классический неформальный если то есть это византийское мышление еще тех времен она же сколько она сколько веков уже сидит нас она сидит в нас я не знаю ну с 1400 года причем смотрите сегодня заказ это подразумевает под собой не только там условно говоря физическое устранение дата убийство какого-то человека но сегодня заказ это может быть создание проблем да 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 совершенно мационных совершенно верно очень как бы бьет сегодня совершенно верно совершенно это мыслиться как само собой развивать о чем я говорю поведенческой установки ценностной поведенческой установки 1 потом насчет в институты неформальные руководят очень мощно помимо того что это ценностные установки они очень воздействуют на всю нашу систему потребления ну что наши наши например наши поведенческие установки таковы вообще современные что человек считает что он главное его цель это потребление в жизни они не какие-то какие-то приют ну какие-то принципы скажем так то есть он можно решать любые принципы ради потребления считалось недавно еще совсем что потребление это это изумительная вещь потому что если человек потребляет он счастлив а счастье всех членов общества ведет к всеобщему процветанию тогда невидимая как раз рука рынка до которая адама смита который регулирует все на свете все что угодно значит все отношения гармонизирует полностью оказавши чепуха нужны какие-то нужные ценности причем эти ценности важны для того чтобы общество вообще выжило хороший пример вот вспомнил в развитие того что вы говорите буквально позавчера смотрел ролик какой-то парень из россии снимает девушек ну снимает как на свидание приглашает вот и разводит их на какие-то диалоги и вот пригласил познакомился с какой-то девушкой которая пришла села к нему в машину говорит такая села поставила ой слушай ну блин ну это же отстойте по у тебя там mercedes 2015 года или 2017 2017 как ты вообще типа то посвел я идя типа не встречаюсь людьми которые меньше машины то меньше чем 5 5 миллионов рублей это где-то там миллиона три гривен там да на нашли не а это за 100 тысяч долларов на минуточку вот и он и он на самом деле он там все ведет диалог то есть он разводит там на только а почему что такая вот и к сожалению он ее не дожал потому что на самом деле он мог вывести на очень простой но очень простой нарративе одновременно сложный что вот представь я хорошо я приехал на свежем mercedes 20 года там до полностью соответствует твоим материальным критериям но я тебе буду бить для тебя это приемлемо то что мы по твоим критериям там ты да да должна быть счастлива чувак приехал на все соответствует вот каждый вечер у тебя тебя буду битву или запру тебя не буду выпускать ищи на улицу да и вот это вот остается за пределами за пределами вот этого материального потребления потребительского когда люди в общем то нет не отдают себя чувству что на самом деле мы все по поводу счастья просто вопрос что стоит за твоими представлениями о счастье да как ты удовлетворяешь эти запасы совершенно верно этот вообще это такой зыбкий зыбкий этот критерий счастья он для всех стран вообще совершенно разный но даже не об этом хотел сказать я хотел сказать еще сейчас новой такой тенденции очень тяжелый для институтов для неформальных институтов совершенно новая вещь как о двух вещах первое первое это транспарентность абсолютно прозрачность люди людям надоело сидеть втихаря и думать о том какая у них великая власть как они замечательно там управляются где-то как-то они люди поняли что больше власть их не представляет то есть конец представительской власти совершенно очевидно более того что во власти как правило находится идиоты это это я именно к этому виду значит если власти находятся идиоты то соответственно мы должны принимать какие-то наносит новые совершенно законы новая то есть перри перевооружить наши институты опять-таки неформальный суд должен значит неформальность устать сильнее формального института он формирует формальный институт да причем интересно еще то что этот формальный суд может быть навязан например конституция наша это просто бумага на которых написаны разные красивые вещи фактически она не имеет ничего общего с мировоззрением людей с реальным мировоззрением это о чем мы сейчас говорим на то есть эти люди считают что ну если те нарушают так и здесь точно так же я буду те ворует я буду воровать и много я чуть-чуть так поэтому на глубинное государство народ от от глубинным да 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 причем государство все время действует как оккупант у нас в течение наверно нескольких уже веков государство рассматривает своих подданных как оккупированную территорию которой нужно собрать дань и вовремя скрыться если не будут подожди это даже не несколько веков это вот со времен киевской руси мягко чтобы не пугать наши слушатели собственно вся наша традиция здесь это вот такие рейды которые каждый каждый год князь делает начиная от викингов у викингов была такая замечательная вик это вообще банда и у викингов была такая замечательная богиня богини удачи они когда друга спрашивают а удача вообще есть вот у этой банды в этих виков и теперь ну это вот эти клал классно они там забрали уже дать тогда так вот туда я пойду вот это вот газ госпожа удача для кого ты добрая ли кого иначе интересно что удача была именно богиней понимаешь этого очень редко потому что удача сопутствует там каким-то да а тут богиня удачи так вот значит возвращаясь к нашим баранам транспарентность всеобщая прозрачность ведет очень неприятному для власти феномену полную и в десакрализации власти и сейчас произошло с этим знаменитым фильмом дворцом путина это же абсолютно это секретую это страшная вещь для него посадок он строит теократию он бог он царь он такой очень интересная аналогия то что корейка был подпольным миллионером а в президент российской федерации он подпольный царь подпольный царь и миллиардер скорее всего ну царь главное но миллиардер это уже само собой разумеющее как ну как царю быть нищим не подождите ну просто есть различные понятия как бы вот царь царь по определению это не по поводу денег это по поводу власти потом конечно помните как пушкин говорил все мое сказала злата все мое скажу не этот склад была дала вот и этот и вы в этом соревновании злата и булата на протяжении большей части человеческой история булату ну как правило переигрывал в конечном итоге потому что последний довод королей это пушки это сила это это за пол помноженное на волю да вот и вот это вот два тела короля помним до классическую книгу которая говорит о том что есть физическое тело короля а есть сакральное тело которая в глаза граждан и является главным символ символом до символом стабильности так его устойчивости царствах вот символ стабильности он не по поводу денег потому что люди очень хорошо понимают что монарх который по поводу денег это ну это 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 как раз не тот монарх это не тот монарх это не сакральный монарх потому что как только ты связался с деньгами то ты превращаешься в обычного человека готов да то что выше человек гоняется за деньгами вот вот эта десакрализация которая происходит сейчас в связи с тем что сделал навальный по поводу путина это как раз вот из этой сферы и он очень правильно очень вовремя кстати потому что как раз именно сейчас не достает после этого невероятного всплеска я насчет ко второму хотел перейти очень важному пункту которые но эти длительные очень дело в том что у меня вообще на эту тему есть целая серия вот на институциональных как бы бесед но меня есть минимум наверное на 5-7 может на 10 таких бесед где нет беседа а лекции не знаю как угодно назвать вообще как за как с датюком сделали вот по глубинам государства мы можем так называть институциональные беседы да может быть надо так сделать ты знаешь может быть так надо так сделать значит хочу сказать насчет о другом очень тревожащим меня например феномене я думаю что он всех тревожит это это деградация экспертной оценки абсолютно мира в мировом плане значит замечательный в топе это тоже институт и конечно конечно это важный это важнейший институт это важнейший институт вообще выживание общества адаптации его к жизни какой-то социальной политической значит очень интересное произошло происходит событие профессор рельского университета том николс в семнадцатом году в 2017 году публикует книгу death of expertise смерть экспертизы что он там пишет он пишет о том что в глобальном уровне людям больше совершенно не интересны эти экспертные оценки не эксперты превратились в экспертов через д никому не надо больше вот эти вот какие-то классные совершенно за умные совершенно в этих смарт и этих умняш в их вымыслы их какие-то вот по одной простой причине же каждый человек обладает своим собственным мнением который чрезвычайно значимо его так научили оно значимо невероятным образом значит этот замечательный профессор николс приводит пример когда значит студент в на лекции с профессором астрофизики нобелевским лауреатом начинает дикий спор и поняли несмотря на то что профессор после насчет этого спора или процессе спора десять раз доказывает ему всю ошибочность и просто идиотизм его значит во зрении тот садясь заявляет но это ваше мнение это ваше мнение а я стоюсь при своем и публика по всеми я думаю я не знаю как там происходило студенты наверное рукоплечью такому блистательному совершенно блестящему студенту который оспаривает конечно не нельзя не заподозрить что вдруг какой-то ситуации студент может быть энштейном да он будет гениальным который больше знать но то что профессор наверняка теоретически подготовлен в десятки может в сотни раз мощнее чем профессор получивший нобелевскую премию наверное более очевидный факт который надо принять во внимание и это очень яркий яркая демонстрация вот этого феномена которым я сейчас говорю что откуда оно идет и что какое последствия и почему это произошло и почему это призыв почему произошло нужно сказать что это произошло из-за того что коммуникации стали настолько доступными и как следствие доступ к информации стал настолько широким что в принципе очень многое проверяется очень на раз-два это раз а второе это то что это следствие постмодерна как бы там до абсолютно ты ты взрываешь просто с моих этих вот губ тушек идет продолжай значит значит что я хотел сказать значит постмодерн я вообще очень люблю его он чрезвычайно обогатил мировую культуру считать тремя своими очень важными постулатами главными постулатами их много но 33 постулата считаю базисными первый постулат это то что мир конструируется любимый датюка таскать он конструктивист мир конструирует и деконструирует и деконструируется значит что это такое то есть некоторые значительные какие-то универсальные ценности данные они не спускаются выше к нам они не даны значит хотя наверное есть и такие но значительное количество ценностей значительное количество ценностей конструируется нами в процессе нашего социального бытия они созидаются нами раньше этого никто не предполагал считалось что ну вот есть да есть то есть эти же самые институты изменение вкусов и предпочтений бесконечно которые мы начали говорить это все результат конструктивистского подхода к миру это первый очень важный постулат и он очень такой ну креативный я бы сказал то есть мы начинаем креативить да на основе того да мы сами суса мы можем вот создавать какие-то ценности которые не обязательно ждать нам от государства или там а перефразировал бы плана руками человека сконструированная его же руками деконструирует и да 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 второй постулат второй постулат тоже очень важно это исходя из как бы смыкающийся с первым это это некая в контекстуальность что такое контекстуальность то есть все зависит от контекста говорит постмодернизм яркий пример это стул электрический и стул обычный название одно и то же а функция функции несколько разная вот это яркий такой пример и мы в процессе значит нашего вот этого конструирования мира мы еще и текстуально его каждый раз совершенно заново креативе им этот мир получается что вот это известная очень постмодернистская смерть автора авторов нет есть бесконечные интерпретации миллион интерпретации океан интерпретации сотворчество постоянные мы находимся в океане сотворчества потому что каждый читающий роман слушающий поэму или смотрящий балет по-своему интерпретирует его и эта интерпретация также важная цена поскольку она обогащает мир и третий постулат самый каверзный самый самый болезненный для нашего мира по-видимому это релятивизм это то что каждое мнение кто бы его не высказал будь то чикатило или там синяя борода маркиз десад сегодняшний или там мать тереза лауреаты нобелевской премии и далай-лама они одинаково ценны это все все входит в ранжир наших представлений о мире они обогащают мир это тоже великолепно и великолепный обращает того что ты тоже ну ты же создание божья ты же креатив креатив так сказать божественно кашу что не можешь своего мнения каким-то образом значит мало того что выразить еще и продвигать что очень важно и здесь мы возвращаемся вот к этому кризису экспертизы произошло вот это вот неприятная очень вещь то есть дети откуда два слова о корнях детям значит внушается самого младенчества том что они невероятно креативные и у и чрезвычайно способные умные дети и что не что-то знали они дети сам это 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 вот что не сами по себе ценности они знают то что не знаю взрослые да что ребенок пришел в мир и он уже знает у него и за газа которая которая матери укажет истинный умножить да 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 должна мать делать она должна прислушиваться и да 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 вот честно я всегда ржал с этого все потому что мы живут вот наблюдая там у наших знакомых там и в фейсбуке там еще где-то вот они вот споры что ребенок укажет пусть мать мы всегда отвечаем очень просто а то что ну нужно задницу мыть как бы ребенок до матери укажет он но я же как бы это я же вот четко понимаю что надо мыть то ребенок никогда в жизни это никого то что он не хочет его вообще это тот как проблема это классическая такая дикость потому что есть дорациональные фазы развития как у ребенка эгоцентрические нарциссические и есть какие-то зрелые фазы развития взрослого человека и вот когда люди вдруг решили что дети это такая же ценность в по своих мнениях как и у взрослых и более того они сохраняют эту свою свою свой инфантилизм воинствующий инфантилизм течение всей жизни иногда вот это становится очень опасным для общества например для нашего потому что потому что я пришел то есть я совершенно не с ним не нужны ваши вот этой экспертизы вот эти ваши да я слава богу у меня высшее образование например а то что это высшее образование например я работал значит в институте потона но вот было очень важно например знание точечной сварки там положим потом забивать разбирается в точечной сварке этот человек но не может так разбираться наверное в коллективном бессознательном в общественном сознании как разбираюсь я по той простой причине не потому что я гений или метод этот вот какой-то а он начнет какой-то там не состоявшийся совершенно дурачок а просто потому что я потратил на это значительную часть своего жизненного ресурса то же невозможно сварку совершенно совершенно верно он эксперт в своей области в которой я почти ничего не понимаю кроме того что мне надо было как бы когда я там работал а он почти ничего не понимает в той области в которой я ну могу считать себя в какой-то может быть нагло может быть нет считать себя экспертом потому что элементарная совершенно вечность и человек который потратил потратил 10 тысяч часов он уже приобретает навыки понимания этого предмета в котором который направил его ресурсы а это серьезная вещь достаточно это большое количество время время воля годы годы до энергия и альтернативные возможности которые отсекаются да вместо того чтобы пьянствовать или сидеть там где-то этот вот или зарабатывать бабки или там еще что-то гулять человек сидит и тратит время на создание своего ресурса и это время это главный ресурс на самом а главное совершенно верно совершенно верно и вот здесь связи с этим кризисом выступает такая новая совершенно тенденция мировая все политические институты все все в американские например институт они все абсолютно левые потому что длительное время это это очень удобная форма все все всегда критиковать да вот этот вот такой вот нео марксизм он он очень въелся в в мировую в мировое сознание причем не он не выбиваем победим причем заметь за таким нео марксизмом всегда есть какой-то неоангельсизм то есть источник которого черпается ресурс на подпитку этого совершенно совершенно верно совершенно верно у меня отдельно есть статье я не помню кажется не у тебя еще тогда праздник всеобщей влюбленности там где люди себя фотографируют значит везде но об этих о сэлфах о сэлфаках этих себя фотографируют на унитазе где-то в кафе где-то у себя на полу там буза где еще и выкладывают это все в интернете считаешь этом могут и иногда это честно интересно все какие-то шикарные моби девушки там миллионы просмотров но в принципе это тенденция которая с которой непонятно что дальше делать когда когда-то кэн уилбер замечательный философ сказал а что нам делать вообще с мировым нарциссизмом как вообще с этим бороться вот этим быть так вот эти люди они ответ они дают ответ не будут продавать продавать да да это очень хорошо да 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 причем чем меньше тем лучше продаются да 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 но так получается так что если у каждого свое мнение это мнение абсолютно некомпетентно это времени это мнение комично или это мнение просто абсурдно но она выкладывается и она влияет и эти эти мнения создают мемы мемплексы мощная совершенно вот такие вот наши до социально политические вот эти как их назвать эгрегоры что ли да эгрегор такой ну из идет из какого-то уже другого совершенно мира это некий значит но мне очень нравится почему должен сгусток энергии некой да некий сгусток энергии но бить и газовой заряженной коды даже идеологии которая тоже влияет на умы людей бы только он распространен это же как это как залитый залитый в каток льдом то есть все люди совершенно по одинаковую гребенку они исповедуют одни и те же очень схожие взгляды и страшно себе представить эти взгляды идиотичные а именно так происходит нашем обществе к сожалению значительное количество взглядов исповедующие на которые исповедуют вот эти вот не очень компетентные не ним мы будем называть их дураками это недорогей совершенно не обязательна это ну точнее как наивные люди наивные люди невзыскательные смотри а от recreational и их большая часть они не могут они не могут оценить обстановку настолько объективно насколько это вообще возможно вот мы все живем в действительности да не в реальности реальность все закрыты мы живем восприятия реальности а не в реальности, они одно и то же. Эти люди не в состоянии, поскольку если он является специалистом точечной сварки, или он даже разбирается в синхрофазотронах, или он разбирается даже в квантовой механике, но он ничего не знает, например, о воспитании детей, он не сможет воспитывать детей. Вот такой яркий пример, чем воспитание детей. Если у вас есть дети, но вы никогда ничего не читали, не интересуетесь вообще этим предметом, то вы вряд ли воспитаете каких-то очень умных и разумных детей, потому что сегодня огромная кризис литературы посвящена тому, как важно влиять на ребенка. Нет влияния на ребенка, нет влияния нейтрального, как оказалось. Любое влияние, оно либо в лучшую, либо в худшую сторону направляет ребенка. Любое. Даже то, что вы молчите или не участвуете в воспитании и прочее. И здесь точно так же. Огромное количество людей исповедуют идиотские взгляды в отношении политики, социального строя, в котором они живут. Выбирают странных президентов между Карабасом-Барабасом и грустным Пьеро, с такими рукавами, который ждал Мальвину. Наш, наверное, последний президент ближе всего к такому образу подходит. Карабас-Барабас был классический, конечно, Янукович. И там какие-то промежуточные есть, промежуточные президенты. Но все они какие-то апокалиптические фигуры. Порошенко – это, наверное, Артем Вон. Да, 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 кстати говоря. Но они все фигуры апокалиптические. Они такие фигуры какие-то жутковатые. Потому что в Сиднее их не попадается. На нашем социальном гумусе как-то не растут люди Линкольна, Вашингтона. Вот этого уровня. Вот нет этих ататюрков этих. Где эти ататюрки? У меня давнейшая моя теория об этом есть. О том, что должен появиться предатель своего класса. То есть Владимир Ильич Ленин классический предатель своего класса. У него отец был тайный советник. Это высшая должность. Очень высокая. Очень высокая. И очень хорошо оплачиваемая. Очень хорошо оплачиваемая. И вдруг вот такой вот странный сын, этот… Подожди, два сына. Два сына, да. Оба безумных романтика. Один пострадал сразу, второй пострадал чуть-чуть попозже. Создают вот эту чудовищную, совершенно новую империю, которая повергла в катаклизмы все-все мировое пространство. Из которой мы до сих пор вылазим. Из того, что они создали. Ну, вот эти вот люди. И этот предатель своего класса, Ататюрк, точно так же. Он сказал, нет, мы не будем больше жить в этой Османской империи. Это же вообще блеск. Это единственный случай, когда создалась какая-то абсолютно позитивная новая цивилизация. А он не просто создал новую культуру, что практически невозможно. Он даже язык создал новый. Это же фантастика совершенно. Создать язык, который... Привнести язык искусственно невозможно. Это главный инструмент ментальности, главный инструмент нашего мышления. Без языка мы никто. Мы без языка превращаемся в пчел, в муравьев. Но смотри, вот в этой ситуации, но почему тебя так волнует вот этот процесс, когда максимальное количество вот этих, ну не идиотов, да, а людей, которые глупые. Наивных. Наивных. Невзыскательных. Невзыскательных. Да, вот их влияние сегодня стало очевидным благодаря тому, что есть современные средства коммуникации. Но с другой стороны, это всего лишь то, что было всегда. Просто оно стало более отчетливо предъявленным из-за того, что опять-таки появилось очень доступные, очень широкие средства коммуникации, с помощью которых через социальные сети они могут свой идиотизм выносить наверх. И на самом деле, в общем-то же, не происходит ничего, ну как, мне кажется, из того, что не происходило до этого нашей человеческой истории, что всегда присутствуют тайные центры силы. Ну тайные, не в смысле, что это вот такие там масоны, там, или какие-то рептилоиды. Я не люблю это уже. Да, а те, кто реально обладают властью, потому что контролируют какие-то экономические активы, потому что контролируют силовые ресурсы, силовые институты, если мы говорим об институтах. И поэтому они могут свою волю оформлять в конкретные решения, запуская вот эти невидимые, говоря большевистским языком, приводные ремни. Я просто ночью этого Тарханова как раз дочитывал воспоминания про сталинское время. И тем самым они определяют в конечном итоге вот фрейм, в котором движется цивилизация, либо в котором движется страна. И вопрос просто заключается в том, что да, вот есть вот эта вот невидимая, точнее говоря, видимая огромная платформа, через которую вот эти вот невзыскательные люди могут общаться, могут носить свои мнения. А есть конкретный Цукерберг или какие-то конкретные люди, которые нажимают на кнопочку, и Дональд Рапотли мигом вылетает из социальных сетей, и все заканчивается одна момента. Потому что они между собой договорились, что нет, он для нас представляет угрозу, хватит ему, хватит нас мучить. Вот ты сейчас это сказал, все таким хорошим нейтральным тоном, и даже каким-то доброжелательным почти, и такая невинность какая-то. А я в данном случае вижу в этом драму большую, серьезную драму. Почему? Потому что девять десятых людей, девять десятых их составляющих, они все становятся постпрекариатом. Прекариатом уже, которого не на что рассчитывать абсолютно. Объясни людям, которые нас смотрят. Что такое прекариат? Прекариат – это очень интересная вещь. Это precarius, это precario из латыни, это неустойчиво. Это некий, мы назовем это класс, это огромный кластер людей в мировом масштабе, который может только рассчитывать на какие-то случайные проекты и заработки, у которых нет никакой стабильности в его жизни и в работе. Потому что экономически он абсолютно не защищен. Ни экономически, ни политически, ни юридически. Этот класс возникает в начале, наверное, в конце прошлого века. В 90-е годы. В 90-е годы начинается о нем писать. Я забыл автора этого. Англичанин очень симпатичный социальный мыслитель. Колин Крауч? Нет. Не, не Колин Крауч. Нет, не вспомню. Сейчас не вспомню. Выйду из передачи, туда вспомню сразу. Значит, апост-прикариат, это люди, которые питаются временными вот этими вот, да? Они конкурируют друг с другом, во-первых, жестко. Я думаю, в твоей, кстати, это вот, в этой, есть об этом апост-прикариате, в этой статье, которая у тебя привлекована. Они конкурируют друг с другом жестко, потому что мы все конкурируем друг с другом. Раньше были, да, были какие-то, значит, кто-то с отбойным молотком работал, кто-то пером, а кто-то, значит, с формулы создавал, значит, сидел у себя в лаборатории. А теперь мы все работаем на компьютере и делаем очень похожие вещи. Очень похожие вещи. Мы все конкурируем. Но не все работаем на компьютере. Ну, большая часть людей. Кто-то работает, кто-то коммуницирует с помощью компьютера. Хотя, я думаю, что в конечном итоге большинство из них мы будем в той или иной степени... Ну, сейчас прибавочная стоимость создается на компьютере, а не на отбойным молотком или на ферме. Большая часть прибавочной стоимости. Мировой. Правильно? Просто большая часть прибавочной стоимости создается меньшей частью людей. Ну, да. Ну, пускай так, да. Но, во всяком случае, частью людей, которые, да, по паре это 20% и 80%, да. Я хочу сказать, что мне... Я исхожу из того, что мне жалко людей. Мне их реально жалко. Потому что постприкориат – это люди, которым больше не на что рассчитывать. Мы никогда не будем больше стабильно обеспечены. Мы. Мы не можем быть стабильно обеспечены. Вот те, о которых ты говоришь, вот эти тайкунсы, эти толстосумы, это прекрасно. У них все благополучно. Это очень умные люди, хитрые и прочее. Но ты говоришь так, что... Ну, так что, вот они управляют, а мы будем... Подожди. А мы будем как бы... А мы, муравьи, будем их обслуживать. Так я еще... Но мне не нравится, я не хочу быть этим муравьем. Смотри, просто на протяжении большей части человеческой истории люди всегда находились в нестабильной ситуации. Не было такого... Нет. У них было все гарантировано. Не было. Потому что большую часть своей истории человечество жило в очень жестких как раз условиях, зависимости от погоды, от природы. Особенно, когда была доиндустриальная эпоха. То есть, прилетела саранча, ну и, в общем-то, жизнь закончилась. Прямо... Но ты представляешься, если мы вернемся в эпоху раннего средневековья? Когда каждый... Во-первых, каждый сверчок знал свой шесток. Это было очень важно. Человек ассоциировал себя конкретно с каким-то сословием. Сейчас сословия поплыли, а сословия остались. Я об этом тоже пишу. Это моя любимая тема. У нас сословное общество. У нас неофеодализм, гибридный неофеодализм. У нас ничего другого нет. У нас то, что было еще в царской России, там, гетманат наш, гетманат, вот этот наш... В Советском Союзе тоже сословно. Конечно. Сословная праздника это то, что коробки разбирают своих работ. Я говорю, что еще РИ, еще в Российской империи, оно полностью прошло через Советский Союз. Советское общество было жестко сословным. У меня отец художник, я не мог поступить в институт, потому что я был из служащих, из семьи, а не из рабочих. Люди помладше, которые даже не представляют, что это было возможно. Я должен был написать, что мой отец рабочий, он умер у меня в раннем возрасте достаточно. Мне еще было мало лет. Я написал, что он рабочий, солгал, и мне только тогда, на четвертый раз я поступил в университет. Это было очень интересно. Раскладывать это красота. Что такое титульное, нетитульное сословие. Наш любимый Симон Кордонский, гениальный социолог, российский, который вообще создал эту теорию, я считаю, она абсолютно гениальна, она абсолютно верна. И она рабочая. Она рабочая, она совершенно рабочая для Украины, абсолютно. Так вот, постприкариат. Эти несчастные, несчастные люди, эти нарциссы, оболваненные своим собственным мнением, они... Они в состоянии совершенно вести общество каким-то... Помимо того, что там кто-то управляет, где-то кто-то, конечно, управляет. Но, например, нашим обществом, нашим государством изнутри почти никто не управляет. У нас нет этого центра, который... У нас корабль, у нас летучий голландец. Он под волю ветра, он туда-сюда, он направо-налево. Почему не управляет? Управляет? Управляет, но он очень по-своему. Он настоящий управляет, такие, как и Янукович был. Крепкие хозяйственники. Вот смотри, у нас управляют не Янукович и не Порошенко. У нас оформляет вот это вот глубинное государство, в котором есть неформальные вот эти вот центры. И я видел этих людей неоднократно, когда там есть люди, которые курируют таможню десятилетиями. И там формируют потоки, которые потом перераспределяются между, опять-таки, определенными людьми. И они сидят с семьями на этих таможнях. Причем они сидели еще при советской власти. У меня такая ситуация вот недавно произошла страшная, совершенно трагическая. Моего соседа убили, зверски убили за то, что он помогал бездомным. Ну, это один, он, то есть, людей, мафия, которой там 20-30 лет приблизительно, старинная такая, добрая мафия, она существует и по сей день. И он пытался, значит, воспрепятствовать вот этих вот, выселению этих стариков, или от отправки на тот свет их, диспетч, в лучший мир. Он пытался этим противостоять, его за это убрали. Как я вначале говорил, его заказали. И в этой связи, ты сейчас говоришь, есть люди, которые управляют, слава богу. Не, не, я не говорю слава богу. Так вот именно слава богу, но я утрирую. Я утрирую, я утрирую. Что это объективно существующее... Это же неправильно работающее государство. Это же, это же, это же государство, извините, это не... Если оно управляется бандитскими синдикатами, картельными соглашениями, то, о чем ты говоришь, то это не государство. Государство, что такое вообще государство? Что такое элита государства? Элита государства это, с моей точки зрения, я закончу, тогда ты мне возразишь. Это люди, которые могут направлять безграничное количество вот этих векторов, возникающих в процессе трений, бесконечных трений, экономических, политических и прочих. Оформлять их, оформлять эти трения в виде законов, участвовать... Которые, суть, есть выражение интереса в этих... Интереса в этих же людей, превращать неформальные институты, возвращаясь к началу нашей беседы, к формальные институты, правильно функционирующие, нормально функционирующие. Я в идеале говорю, конечно. Потом, они должны этих людей обучать, они должны их лечить, и они должны их защищать от внешних агрессоров, от внутреннего произвола, каких-то вот этих бандитских формирований, о которых ты говоришь. Это бандитские формирования, альгархические кланы. Они что, это какие-то... Это то, о чем мы начали, когда говорили, что... Так закажи его. Это же об этом речь. Алькапоны, коллективные алькапоны управляют страной. Даже наши, не говорю уже о России. Там вообще это просто классика. Так не только постсовок. Постсовок везде. В Казахстане, в Турбикестане... В десятках стран тоже такая же страна. Везде, даже в Венгрии отчасти. Даже в Венгрии, хоть этот Орбан, это демократическое государство, все равно. Я говорю о том, что должно быть, и что хотелось бы, и что надо. Его, может быть, даже нигде нет. Но так было бы правильно. И тогда все было бы прилично. Тип-топ. Люди бы как-то научились вообще выражать свои интересы, и иметь какие-то базисные свои... Удовлетворение своих базисных потребностей. Не обязательно материальных, в том числе, и даже каких-то идеальных потребностей. Духовных потребностей. Это было бы классно. Но смотри, не кажется ли... Да, это немножко идеалистический взгляд. Но все-таки трансатлантические государства построили похожую структуру. С миллионами, да, с миллионами издержек, нарушений и прочее. Но какая-то Новая Зеландия живет так же? Смотри, но так они сегодня находятся в таком же глубоком кризисе. Потому что то, о чем ты это говоришь, его, как некий идеал, которому уже стремится, его уже и там нету тоже. Отчасти, да. Его уже там нету, все. Это тоже взгляд из настоящего в прошлое, на самом деле. Мы просто хотели бы так, и нам кажется, что, как у многих украинцев, есть такое понятие еврокоммунизма. Потому что Европа построила то, что не удалось построить совку. Рай на земле. Но на самом деле это никакой не рай. И на самом деле там тоже мощнейшие, серьезнейшие проблемы, которые мы видим, как усуглубляются, усуглубляются дальше. И Датюк во время нашей последней беседы, которую я сегодня поставлю, всем рекомендую посмотреть, он как раз абсолютно правильно говорит, что мышление в Европе умерло. И с этим связана куча проблем, которые не позволяют им переструктурировать вот этот социальный континиум, который там давно сформировался. И поэтому они проигрывают гонку тем, кто пытается его структурировать. Если возвращаться, когда мы к кризису экспертного мнения, кризису вообще и взрыву некомпетентных мнений большинства, который не может обладать мнением сколько-нибудь компетентных в вопросах, которым они не посвятили никакой свой ресурс. Если возвращаться к этому сейчас вопросу, то становится совершенно очевидным, что значительная часть политиков, то, о чем говорит Датюк, они просто не в состоянии совершенно переформатировать государство таким образом, чтобы эта масса некомпетентных людей была довольна. Потому что она все время будет недовольна. Она бесконечно будет недовольна. Так вот, если бы этих людей могли, институты, нормально работающие, формальные институты, могли бы образовывать, могли бы делать из них людей, понимающих, что вообще происходит, и понимающих, где у них благо, а где у них ждет провал, этого бы не было. Владимир, послушай, опять-таки, это идеалистическая позиция, мне кажется. Нет, потому что, даже если ты возьмешь Украину, я все время привожу этот пример. Когда институт будущего наш делал социологию, то мы четко видели, что в разных опросах фактически одинаковое количество людей все время, которые счастливы. Вот в такой херовой Украине. 67,5%. Около 70%. Несмотря на то, что 60% постоянно говорит, что им не хватает денег, что им не хватает того, что они не хотят терпеть, они не будут терпеть. Но не адаптировались уже. Да, но проходит год за годом, и мы все время видим одни и те же цифры, что эти люди терпят, эти люди недовольны, но при этом они счастливы. Понимаешь? И поэтому я вот все время, это последний вопрос, потому что уже следующий гость пришел, и поэтому я все время задаю вот этот вопрос. Наши люди мыслящие, наши интеллектуалы, не переоценивают ли они проблемы, которые реально волнуют большинство людей. Потому что очень многие люди, о которых ты говоришь как прикориат, они живут вот этой вот хаотичной действительности, когда он сегодня барист, а завтра он разносчик у ракеты еды, послезавтра он там копирайтер. И эти люди осознанно выбирают такую деятельность, и при этом счастливы. Но они выбирают только в том, что есть, в том, что предоставлено. А люди всегда выбирают, большинство людей всегда выбирают в том, что есть. Но если бы они вдруг очутили в Скандинавии, или в Израиле, например, у них была бы совершенно другая жизнь. Подожди, так у людей в Скандинавии, не говоря о том, что у людей в Штатах, или в Британии, у них как раз такая жизнь, потому что как раз прикориат там начал, очень активно образовываются, там начиная с 90-х годов, и постоянно расширяется, расширяется прослойка людей с вот этим временным наймом. И это новая реальность. Это новая реальность. Я понимаю прекрасно, что это новая реальность. Но в этой новой реальности людям будет гораздо тяжелее просто жить. Намного. Они не в состоянии отрефлексировать эту реальность. В этом проблема. Люди будут все менее несчастны, все более несчастны все равно. Даже если не подозревая. Они будут, в принципе, беднее жить. Они будут деградировать. И это мировой масштаб. Потому что есть какая-то Скандинавия, которая реализовала какие-то свои давнешние установки и сделала вот эти социальные государства, у которых даже у них самоубийство исчезли. В таком количестве, как было еще там в прошлом веке. Потому что там плохой очень климат, и там тяжелые обстоятельства жизни людей. Они сделали это. В Израиле монолитное общество. Я за монолитное общество. Ну, Израиль не такой же монолитный общество. Ну, там рано. Там только ортодоксов достаточно. Ну, да. Но там все-таки... Там срач еще тот. Большая часть людей понимает политику государства, поддерживает ее. И это какие-то здравые вещи. Ну, опять-таки, тоже спорно. Потому что вспомним парламентский кризис перманентный в Израиле. На протяжении последних двух лет там тоже не так все хорошо. Но люди живут лучше. Ладно. Они все лучше и лучше живут. Давайте, я думаю... А мы все хуже и хуже. Давайте подумаем еще над циклом. Хорошо. Таким институциональным циклом. Я думаю, что мы можем сделать несколько таких клэшей. Хорошо. И это будет интереснее. Хотя бы там 3-5. В любом случае, я считаю, что это было такое... Может быть, несколько хаотичное, но, тем не менее, живая беседа. Ну, ты меня перебиваешь, я не могу все это... Я реагирую на умного собеседника. Я же не могу все равно одно и то же долдонить то, что я себе представляю, как на лекции. Люди любят конфликты. Люди любят конфликты. Хорошо. На этом заканчиваю. Спасибо Владимиру за интересную беседу. И подписывайтесь, ставьте лайки. Я поставлю ссылку на ваш аккаунт в проклятом Фейсбуке. Да, да. Фейсбучики. Да. И поставлю ссылку на статью, о которой говорил Владимир на хвыля. Так что подводочки обязательно читайте. Ставьте лайки, комментируйте. Спасибо. И помните, что у вас будет все только хуже, исходя из того, что сказал Владимир. Нет, ну, мы живем, как Лукашенко говорил, да? У нас, наверное, будет жить, как он сказал? Да. Покупайте простыни и медленно платите на кладбище. Плохо, но недолго. Нет, ну, они у нас не до такой степени. Мы же очень терпеливые люди. Все, спасибо. Да, спасибо вам всем. Спасибо.